Клауд гейминг, или игры по запросам, эта технология насчитывает уже второй десяток лет. В 2000 году известная компания J-Cluster показала принципиальную возможность организовать процессы игры с помощью сервера и вай-фая и ручных устройств. С тех пор появилось большое количество компаний на этом рынке, есть они в России, у нас в гостях сегодня сооснователь первого российского проекта в области игр по запросу, сооснователь проекта PlayKey Вадим Андреев. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, прежде чем мы поговорим о технологии, о ваших успехах, успехах компании playkey.net, несколько слов о вас, как вы пришли в эту индустрию, очень интересно узнать. Ну, еще раз, меня зовут Вадим, я являюсь основателем компании PlayKey и наша команда уже более 10 лет на этом рынке. Мы начинали с работы в Telecom-омператоре, в одном из крупнейших российских Telecom-омператоров. Далее организовали свою компанию, называется она, называется она NASA и занимается разработкой развлекательных сервисов, продуктов для Telecom-омператоров. Наши клиенты, крупнейшие, это R-телеком, это Ростелеком с проектом Забава.ру. Не так давно мы запустили цифровой магазин M-Digital для компании M-Video. Ну и, собственно, сейчас уже развиваем проект PlayKey, до которого уже доросли и который считаем, что способен заменить весь мир. Я правильно понимаю, вы разработчики, ваша экспертность? Мы не просто разработчики, мы предоставляем сервисы, мы организуем сервисы. Мы его разрабатываем, мы его поддерживаем, мы его развиваем. Соответственно, у нас полный спектр развлекательного, предоставления развлекательного сервиса. Давайте тогда о технологии поговорим. Клауд гейминг, вот вообще, как это все возникло, появилось, насколько сегодня, в каком состоянии дела сегодня? Появилось, как вы уже правильно сказали, да, первое упоминание о клауд гейминге было еще в далеком 2000 году. Это были компании G-Cluster, это были компании OnLive, была компания G-Kai. С тех пор уже очень много всего поменялось. Сейчас технологии развились, на тот момент они были там очень-очень сильно далеки от текущих. И там, если там обращаться назад, то в 2000 году можно было запустить только одну игру на одном сервере. Сейчас уже там до 70 высоконагруженных игр можно запускать. Да, первопроходцами были, наверное, OnLive, G-Kai, G-Cluster. Мы в России единственные. И сейчас там развиваем этот сервис с России и собираемся выходить на международный рынок. Для тех, кто не знаком с понятием клауд гейминг, в двух словах речь идет о том, что игру мы запускаем не у себя, на устройстве компьютера, мобильном телефоне, либо приставки, а игра находится на сервере. Я правильно понимаю, да? Все верно, да. Суть клауд гейминга заключается в том, что не нужно скачивать к себе игру, не нужно апгрейдить постоянно компьютер, не нужно покупать консоль. Достаточно просто иметь выход в интернет. Если у вас есть выход в интернет, вы уже можете запускать игру. Причем любую. Фактически игра запускается на нашем сервере, клиент получает только видеопоток. Достаточно 5 мегабит в секунду, и уже можно играть. PlayKey.net. Итак, как возник проект? Какова была идея? Когда мы открыли компанию Anaza, как я сказал, мы очень быстро начали развиваться. И захватили порядка 30 крупнейших телеком-операторов страны, в том числе Ростелеком, в том числе Ростелеком, это два крупнейших, также начали развивать игровое направление и стали, наверное, одним из крупнейших цифровых дистрибьюторов игр в России. Постепенно развиваясь, мы поняли, что со временем рынок PC игр трансформируется так, что основные пользователи, 90-95% пользователей, перетянет на себя Steam, Origin, Uplay. И мы со своей долей рынка будем иметь 2-3%, но это не то, чего мы хотим, это не наши мечты, не то, о чем мы мечтали. Так мы поняли, что нам нужно делать что-то уникальное. То, куда придет пользователь, то, что будет пользователь интересно, то, что будет пользователь экономить время, экономить деньги, экономить свои силы и то, где он будет получать максимум эмоций и удовольствия. Так возникла идея проекта PlayKey. И что сегодня он включает? Какие ресурсы, что он представляет? Сегодня он уже запущен в коммерческую эксплуатацию. Мы 23 декабря прошлого года его наконец-то запустили. Сейчас любой пользователь может прийти к нам на сайт, он может оформить там подписку всего за 199 рублей. Это 50% скидка стандартной цены. И уже играть в любую игру из каталога. Достаточно только выхода в интернет. Сейчас мы позволяем играть с PC, мы позволяем играть с Mac'ов в различные игры, даже в те игры, которые никогда не были доступны для Mac'а. И в этом году планируем запустить трех крупнейших операторов России, в том числе это будет R-Telecom. Надеемся, что в феврале уже будет запущен первый проект с R-Telecom. Также в этом году мы хотим запустить Smart TV, одного из разработчиков Smart TV и пару международных операторов. Играть можно на компьютере? Сейчас играть можно на компьютере и можно играть на Mac'е. В течение этого года мы сделаем возможность играть через IPTV-приставку Telecom-оператора и сделаем возможность играть через Smart TV-телевизоры. Также собираемся выпустить свою собственную консоль. А мобильные телефоны? Мобильные телефоны будут немного позже, скорее всего в следующем году. Да, мы о них думаем и мы к этому идем, но это скорее всего в следующий год. Мобильный интернет еще не так развит, как ШПД-интернет. Поэтому в первую очередь мы делаем ставку на ШПД. Вадим, а что за игры? Сколько их? Как вы их отбираете? Сейчас в каталоге порядка 110 игр. До конца этого года мы хотим расширить каталог до 300 игр. Это будут разные игры, абсолютно разные тематики, абсолютно разного жанра. Хотим добавить как можно больше хитов, потому что пользователям все равно нужны хиты. А сколько проходит времени и что нужно сделать, чтобы между моментом, ага, хотим эту игру добавить, и она уже есть на сервере, доступна? Это долгий процесс? Что здесь происходит? Это зависит от игры. Понятно, что есть крупные издатели, с которыми нужно долго работать, с которыми нужно годами работать. К примеру, то же самое G-кластеры, как вы упомянули раньше. Они заключали контракты порядка 5 лет. У нас в принципе все взаимоотношения с издателями уже есть. Мы крупнейший российский дистрибьютор цифровых игр, и у нас контакт со всеми налажен, со всеми издателями. Соответственно, нам нужно просто подписывать допники и подписывать новые условия контракта. Зависит от издателя. То есть некоторые издатели быстро соглашаются подписывать контракт, с некоторыми нужно поработать, с некоторыми нужно объяснить, обучить, рассказать, что это такое. Но в целом все смотрят очень положительно, всем очень нравится, все понимают, что за этим будущее, и все понимают, что сюда нужно двигаться, сюда нужно смотреть. Если я правильно понял, вы упомянули про подписку, это бизнес-модель, которая у вас замучена? У нас бизнес-модель сейчас подписка, стоит она 399 рублей в месяц, сейчас на момент запуска у нас 50% скидка для всех наших пользователей. За эти деньги можно играть в любые игры, в любое время, с любого устройства. Всего 399 рублей в месяц. Причем не нужно покупать компьютер, апгрейдить его постоянно не нужно. Не нужно покупать консоль, которая стоит 700 долларов. Сейчас курс доллара повысился, поэтому довольно проблематично будет покупать и апгрейдить до новой консоли. Вот, то есть все очень просто, достаточно зайти на сайт и уже начать играть. Как финансирование проекта осуществляется, осуществлялось? На ранней стадии в нас сложились частные инвесторы, сейчас у нас уже есть готовый продукт, мы уже зарабатываем деньги в России. И в принципе, мы можем так и жить, дальше развиваться в России, но планы у нас грандиозные, планы у нас глобальные. И на России мы не хотим ни в коем случае ограничиваться, тем более сейчас, когда экономическая ситуация как раз позволяет нам идти на другие страны. Мы ищем инвестиции, да, мы ищем инвестиции для запусков, для выхода на международные рынки. Мы постоянно ездим по всем конференциям, на выставки. Мы знакомы со многими операторами, со всеми издателями. К нам постоянно поступают предложения, давайте мы хотим плейки, мы хотим плейки, мы хотим развивать этот сервис, мы хотим что-то новое преподносить своим пользователям, своим клиентам. И для того, чтобы все это осуществить, нам нужны инвестиции, да, мы своими силами готовы на России работать, нам нужно развиваться дальше. Для операторов очень важно, оператору очень важно дать какой-то уникальный сервис своим клиентам. Ни один оператор уже не может удивить своего клиента, он предоставляет стандартный набор услуг. ТВ-каналы, видео по запросу, там кто-то включает сервисы по типу Уиви в свои приставки, но это уже есть у всех. И оператор один другого мало чем отличается, кроме качества услуги. И вот именно облачные игры, игры в облаке, они позволят оператору выйти на качество новых уровней, дать новые эмоции своим клиентам. И они этого очень хотят. И все понимают, что нужно в эту сторону двигаться. Наша задача только с ними подписаться и проработать все до запуска. Мадим, если не секрет, несколько цифр о вашем проекте, ну что называется сухим языком статистики. Не знаю, какова команда, сколько, какова посещаемость, количество клиентов. Значит, 23 декабря мы запустились в коммерцию, поэтому клиентов, платящих пока еще не так много. Но если говорить о сообществе, которое мы уже сформировали вокруг себя, то у нас порядка 6 тысяч постоянно играющих пользователей и порядка 30 тысяч наших клиентов, которых мы уже накопили. Это были наши бета-тестеры в основном, которых мы привлекали, пользовались, играли, давали нам свою обратную связь, помогали нам развивать этот проект. Мы их очень ценим и действительно наши основные бета-тестеры будут получать различные плюшки от нас всегда и постоянно. Команда довольно большая, у нас порядка 70 человек в команде. Это и разработчики, и техподдержка. На техподдержку мы уделяем очень много ресурсов, потому что у хорошего продукта должна быть качественная техподдержка. И она должна отвечать сразу, она должна отвечать быстро, она должна отвечать четко, иногда с юмором, но она должна решать вопросы пользователя, чтобы у пользователя, помимо хорошего сервиса, была хорошая техподдержка, в которой можно позвонить, с которым можно написать, с которым можно пообщаться и решить все свои вопросы. Сервера сколько у вас? Сейчас сервера находятся в трех городах по стране. Это Москва, это Уфа и это Пермь. Что это дает? Это дает покрыть хорошим качеством сигнала почти всю центральную Россию. В течение этого года мы разместим сервера еще в Новосибирске, Казани, Санкт-Петербурге и Воронеже. Это даст покрыть 80% всей нашей страны. Кроме того, сейчас есть пара серверов в Лос-Анджелесе и в Амстердаме. Они у нас используются в основном для демонстрации проекта разным нашим западным партнерам. Вадим, можем мы порассуждать на тему сравнения? Есть ли в России аналогичные проекты? Сравнить ваш с западными? В России аналогичных проектов пока нет. Если говорить о западе, то конкуренты есть на западе, но они часто локализованы. К примеру, наверное, наиболее известные это были онлайфы Гайкай. Ну, ты поменяли G-кластер, но G-кластер, он работает больше в B2B-сегменте, они работают с операторами. Если говорить о самом успешном, наверное, проекте, который у всех на слуху, который там всем уже все о нем слышат и много разговоров, и с которого, наверное, пошло очень бурное развитие технологии. Проект Гайкай, они запустились в США, запустились давно, и пару лет назад их купила компания Sony PlayStation. Сейчас они развивают этот сервис под брендом PlayStation Now и запущены в США, в прошлом году запустились. Отлично, Вадим, вот какая сейчас самая актуальная задача для вас? Для нас сейчас самая актуальная задача набрать абонентскую базу. Мы, в принципе, сделали готовый продукт. У нас уже есть пользователи, мы знаем, что делать, и мы знаем, куда идти. С технической точки зрения мы готовы к завоеванию и к охвату всех пользователей. Очень скоро начнем привлекать пользователей, и очень скоро начнем зарабатывать большие деньги уже на России. Сейчас, если говорить о нашем развитии, то это оператор RTL.com, в первую очередь, который мы запускаем уже в феврале-март этого года. Это еще пара операторов, пару крупнейших операторов в России, пока я не буду их обозначать. Это собственная консоль, которая будет стоить порядка трех тысяч рублей. Это смарт-ТВ и это зарубежные операторы. Вот наши основные задачи на текущий момент. Как интересно, то есть вы консоль будете свою делать? Да, мы будем делать свою консоль. И каких усилий потребовал от вас? Технология такая, что нам разработать консоль не составит большого труда. То есть у нас уже есть прототип, мы уже тестируем его в офисе, уже нескольким нашим партнерам отправили, чтобы они тоже поигрались, потестировали. То есть это было несложно? Для нас это несложно, да. То есть мы уже знаем, как с этим работать. Мы работаем с приставками не первый год. И мы работаем с приставками крупных операторов. И мы знаем, как эти приставки устроены, знаем, что нужно делать. Знаем, что с ними нужно делать. Поэтому это не так сложно. Рынок большой. Игровой рынок – это, наверное, самый быстро растущий рынок. И все хотят развлекаться, все хотят получать какие-то эмоции. Мы делаем решение, которое позволяет экономить время и позволяет экономить деньги. Тем более в России, с российской ситуацией, все все понимают. И как раз для России этот проект будет очень интересен для российского пользователя. Он дешевый, он бюджетный, он очень демократичный, он понятный, простой. Это то, что нужно пользователю. Если не секрет, играете ли вы в игры сами, есть ли у вас любимые игры? Да, я играю. Я часто играю именно в свой сервис. У нас в проекте есть игры, такие как World of Tanks, War Thunder. Наверное, самые известные сейчас мировые бренды. Я играю через свой сервис. У меня Mac. И для Mac, к сожалению, очень мало игр. Поэтому для меня спасение наш сервис. И я могу играть в World of Tanks с Mac. Играю, тестирую, смотрю, что можно улучшить, что лучше еще сделать. Как нужно с пользователями лучше общаться. Что нужно нового внести. Играю постоянно. И на работе, и дома. То есть без этого никак. Интересно, вы все-таки проводите исследования своих аудиторий. Кто ваш пользователь? В первую очередь, наша целевая аудитория – это те пользователи, кто не хочет апгрейдить свой компьютер. Кто не хочет покупать свою консоль. В России всего 4% пользователей покупают консоль, дорогущую. Для строения в Европе это показатель выше 50%. У нас всего 4 пользователя. И это происходит не потому, что они не хотят. Это происходит потому, что слишком высокий порог входа для игры на диване, в удобном положении, чтобы получать эти эмоции. Мы эту возможность даем. Мы даем возможность играть с любого устройства. Мы даем возможность играть в кресле, расслабившись. Взять кружку чая и так далее. Кроме того, с запуском смарт-ТВ и приставок наши пользователи, наша аудитория еще сильнее расширяется. Мы захватим тех пользователей, которые хотели бы проводить время за качественными играми перед телевизором, но которые в принципе не готовы тратить деньги на такие ресурсы. Если мы интегрируемся в смарт-ТВ, если мы интегрируемся к оператору, операторы прям жажут этого сервиса, то мы дадим пользователям эту возможность. Им не нужно покупать дорогие приставки, дорогие консоли. Достаточно пару раз в месяц сесть и поиграть. В любую понравившуюся игру. Но все-таки кто это люди, кто играет? Это мужчины, женщины, кто чаще? Кто ваш потенциальный клиент? Нельзя так сказать мужчины, женщины. На самом деле по некоторым статистикам у нас 55% игроков это женщины. Поэтому наш каталог он и для женщин, и для мужчин. Женщины любят играть больше в казуальные игры, что-то простенькое. Для них у нас есть каталог. Они могут так же запустить приставку и так же играть. Еще раз, в первую очередь это сервис для тех людей, кто хочет экономить свое время и хочет экономить свои деньги. Это могут быть и женщины, это могут быть и мужчины. Вадим, спасибо огромное. Очень интересная тема. У вас замечательный проект. Вы прикладываете усилия. Он растет, развивается. Остается пожелать, чтобы действительно эта сфера оказалась востребованной. Спасибо, что уделили нам внимание, время. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был сооснователь проекта playki.net Вадим Андреев. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok